Четвертый матч финальной серии. Зенит ЦСКА. Полторы минуты до конца второго овертайма. Счет 110-105 в пользу «Зенита». Невероятная статистика у «Серба» Вэйр пошел под кольцо. Скидка на периметр. Ерепка будет завершать сам. Два очка. ЦСКА в игре. Здорово разрушался в ситуации. Что нужно знать в этой ситуации? Когда матч в такой части, то есть это не просто овертайм, это уже конец второго овертайма, В этот момент очень мало что касается схем и очень много важных вещей относительно того, как игроки реагируют на ситуацию, относительно их баскетбольных инстинктов и относительно фундаментальных вещей, которыми владеют игроки. Мы сейчас рассмотрим взаимодействие. Три ситуации, три атаки ЦСКА в нападении. Мы увидим, что происходило в этот момент. Итак, Каспер приводит мяч. Передача Ивану. Пас назад. Пикинг ролл. И здесь еще один очень важный момент. Два лидера ЦСКА, Клайберн и Швед, уже сидят за пять фолов. Мяч у Каспера. Он сейчас главный креатор на площадке. Как думает защита Зенита? Они предполагают, что все зависит от него. И в принципе, наверное, так можно сказать. Что делает защита? На пикинг ролле происходит сразу же смена. То есть против Каспера остается большой защитник. А далее, когда Мелутинов начинает падать под кольцо, его берет другой большой игрок. Называется тройная смена. И сейчас предполагается, что на периметре у Каспера нет преимущества, потому что его держит габаритный игрок. А внутри Мелутинова тоже взял большой Мики. Что происходит дальше в этом эпизоде? Каспер начинает обострять. Идет в проход. И посмотрите, как у нас выглядит ситуация. Передачи на Никиту Курбанова у него нет, потому что его защитник не страхует. Передача внутренно на Мелутинова есть. Но она против высокого Мики, который готов попытаться ее перехватить. Атаковать самому сложно достаточно. Через высокого игрока можно, но бросок получится достаточно тяжелым. Еще 9 секунд до конца атаки. Передача идет на периметр. Из двух игроков периметра, которым можно отдать пас, Каспер выбирает Йонаса. У Ивана достаточно неправильно сместился. И тут есть вопросы со спейсингом. И Йонас, получив мяч, начинает проход. Защита от снайпера ждет броска, не позволяет ему выполнить бросок. Йонас идет в проход. И на повторе это будет хорошо видно. Выпрыгивая, отсекает игрока корпусом. Забивает очень важный проход. Следующее нападение. 57 секунд до конца. Мы только что отбились в защите. Счет 110-107. Каспер снова приводит мяч. Играет пик-н-ролл с Николой. Опять на нем большой игрок. И он передает мяч вперед. Здесь немного другая картина. Когда Мелутинов проваливается под кольцо, уже невозможно поменяться. Микки уже не может его взять, потому что он находится в другой позиции. И он на Мике защищается против Никиты Курбанова. Когда Никите приходит мяч, посмотрите, что он делает. Его действие — это финт на передачу внутрь. Это и есть фундаментальное действие, оно очень важное. За счет этого финта Микки поднимает вверх руки и выпрыгивает. Никита начинает проход. И оказывается в ситуации двое против одного. То есть Курбанов и Мелутинов против одного Лойда. Передача. И легкие два очка из-под кольца. Ну и последнее решающее владение. 7 секунд. 6. Ну что, Каспер Уэйр будет бросать на победу. Курбанов. Уэйр. Бросок. Уэйр! 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 Вот это да! Каспер Уэйр! Опять же здесь пик-н-ролл Каспера. 7 секунд до конца атаки Каспер начинает обострять. Идет в проход. Защитник от Курбанова, в данном случае это Карасев, останавливает его проход. Что делает Каспер? Он останавливается на две ноги. Это тоже фундаментальная вещь, очень важная для защитников. Остановившись на две ноги, он прекращает ведение. И теперь, в тот момент, когда Карасев возвращается к Курбанову, посмотрите, что делает Никита. Он делает короткое движение за спину своему защитнику. В этот момент Каспер отскакивает на периметр. Никита начинает проход, отдает ему передачу назад. Что у нас происходит? До конца атаки и до конца матча остается 1,8 секунды. У Каспера мяч в руках. Против него высокий защитник. Его действия. Бросать через высокого достаточно спорный момент. Пойти в проход не хватит времени. Отдать передачу в позиции только находится и репка, а мелутинов и ухов достаточно сложный будет пас. В такой ситуации он принимает очень интересное решение. Посмотрите, что он делает. Он показывает финк на бросок. Пойтрос выпрыгивает. Каспер делает ровно столько движений, насколько ему хватает времени. Один удар, остановка и бросок по высокой траектории. Ему мешает защитник Курбанова Сергей Карасев, но это уже не так важно. По высокой траектории мяч залетает в кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»